Вечер начался в теплой дружеской обстановке за чашкой чая. Андрей Иванов обсудил вместе с директорами Домов культуры предложение о создании экспертного совета по культуре, отметив, что это будет единая площадка для общения, отмена опытом, идеями и наработками. Провели сегодня с работниками культуры интересный разговор. Мы договорились, что создадим экспертный совет, который будет создавать программу, долгосрочную программу развития культуры в Лисовском районе. Мы систематизируем все наработки, все успехи, которые есть в поселениях, в каждом конкретном Доме культуры. Оцифруем все наши творческие коллективы. Андрей Иванов отметил, что благодаря работе экспертного совета появится возможность проводить семинары по проблемным вопросам и кооперироваться во время подготовки крупных праздников, таких как Масленица, фестиваль стола, Дни поселений и городов, Пушкинские дни. Такая совместная организация поможет сделать мероприятие интереснее и насыщеннее. Планируется, что в состав экспертного совета войдут руководители учреждений культуры, представители администрации, а также именитые специалисты творческих профессий. Кроме того, будет разработан план развития каждого направления культурной отрасли. Акция очень красивая, она ежегодная, Ночь музея. И она призвана прежде всего для того, чтобы популяризировать музеи, популяризировать наши учреждения культуры. И все-таки мы хотим привить необходимость и потребность нашего населения посещать такие уникальные места, усадьбы, музеи и выставки. После круглого стола делегацию пригласили в музей на мистический спектакль в гостях у пиковой дамы. Его представил Московский театр переулок. Это была не простая постановка, а интерактивная с экскурсией по музею. Актеры появлялись в залах внезапно. И зрители невольно становились свидетелями сцен. В некоторых моментах даже сердце замирало. В этот день всероссийская акция также состоялась в Одинцовском историко-краеведческом музее, в городских и сельских библиотеках. Для всех желающих бесплатно проводились экскурсии в учреждениях культуры.